Время подошло. 11 часов. Не будем задерживать начало, старт наших работ. Итак, у нас с вами сегодня встреча посвящена валютному контролю. В управлении холдингом, опять же, рассказываю, что то, что есть в управлении холдингом относительно валютного контроля, эта же функциональность есть и в ERP управление холдингом. Да, просто в ERP этого нет, а вот в данных вариациях присутствует по валютному контролю. Значит, что хочется здесь, собственно, отметить, что вот холдинг, он хорошо, как бы, ну, лучше остальных программных продуктов, да, будем говорить так, заточен под внешнеэкономическую деятельность. И здесь есть поддержка работы с валютными договорами. То есть у нас есть договора, управление обязательствами, договоры. Сейчас мы с вами создадим валютный договор. Допустим, в принципе, по большому счету, неважно, какой тип договор, пускай у нас будет с вами сейчас, да, вот в данный момент с поставщиком. Еще раз подчеркиваю, в принципе, небольшая разница. Как система понимает, что необходимо включить тот или иной контроль, что это будет у нас с вами валютный договор. На самом деле, так скажем, ноги растут не из договора, а они начинают свой старт из контрагента. То есть мы смотрим с вами на контрагента и на место регистрации данного контрагента. То есть вот если мы с вами зайдем к контрагентам, здесь у нас есть страна регистрации. А если мы выбираем с вами страну регистрации не Россия и не страны, которые входят в Союз, да, там Белоруссия, Казахстан, если это какая-то другая страна, например, Руанда, тогда автоматически система понимает, что для данного контрагента при работе с ним необходимо анализировать на требования работы с валютным контролем. Требуется эта работа или не требуется. То есть вот как раз вот по стране регистрации происходит у нас с вами контроль того, что, ну, опять же, да, повторяюсь, требуется или не требуется нам с вами вот этот вот контроль по стране регистрации. Давайте запишем здесь данное юридическое лицо. Ну, условно, это будет Руанда у нас, да. Поддержка многоязычности здесь мы с вами вписываем наименование на английском языке для того, чтобы документы платежные у нас проходило, да. Ну, здесь адрес регистрации, опять же, банк, основной банковский счет. Вот здесь мы с вами указываем, какой банк, номер счета, да, какой банковский счет и там валюта, ну, я не знаю, условно, в евро. То есть у нас вот эти вот все, вся информация у нас здесь с вами фигурирует. Ну, вот основное, что необходимо знать, еще раз повторяю, это то, что страна регистрации. Вот от этого у нас как бы начинается вся история. Записать. Что-то здесь не нравится с местом регистрации. А валюта, валюта не может быть пустой. Страна. Опять же, здесь у нас, смотрите, поддержка многоязычности в самом наименовании банка, то есть когда мы с вами вводим банк, если идет в платежное поручение на английском языке, то вот здесь же у нас с вами есть наименование на английском и международный адрес, то есть эти все данные у нас с вами попадают в наш, ну, собственно, в наш документ, в наши платежные документы, которые связаны с этим контрагентом и с этим банком, собственно. Как непосредственно сама работает схема, давайте посмотрим, каким образом работает валютный контроль в принципе. То есть что является спусковым крючком, мы с вами приковорили. Это у нас контрагент. И также важна сумма, да, сумма, на которую заключается контракт. У нас возможны четыре варианта. Значит, первый вариант – это когда у нас расчеты с поставщиком и постоплата. В этом случае у нас есть договор контрагента по импорту, и именно, собственно, у нас этот договор с контрагентом, который не российский. И в данном договоре, мы это с вами сейчас посмотрим, мы с вами указываем уникальный номер контрагента. Он вносится именно в договор и идет во всей цепочке документов, вот попадает потом в правку о подтверждающих документах. Значит, вот эти вот контрагенты заключают договора. У нас появляется поступление акта и накладные, ну, потому что это у нас постоплата. И далее мы должны сформировать с вами справку о подтверждающих документах. Эта справка у нас отправляется в банк, то есть через банк-клиент мы ее отправляем в банк. Другая линейка у нас идет – заявка на оплату. Ну, дальше значительный процесс, что это платежный календарь, платежное поручение, как и должно быть, да. И вместе с платежным поручением отправляется, формируется в системе, отправляется через банк-клиент сведения о валютных операциях. Вот, то есть это все через банк-клиент попадает непосредственно в банк, вся эта информация. Если у нас расчеты с поставщиком, но авансы по предоплате мы работаем, тогда у нас вместе с платежным поручением сведения о валютных операциях попадают в банк. И также после того, как у нас документы, подтверждающие данную операцию, поступают, справка о подтверждающих документах точно так же попадает в банк. Это необходимо сделать в течение 15 дней от даты, от акта, от накладной. Это то, что касается работы с поставщиками. Если мы с вами реализовываем, тогда мы с вами должны сделать справку о валютных операциях и отправить в банк, где у нас есть плановые даты, срок получения аванса, если мы работаем с покупателем. И дальше мы с вами определяем, если у нас появляется срыв срока, то тогда нам необходимо известить об этом банк. Мы сообщаем банку. Если сроков нет, то значит, ну, как бы, нет, ничего не извещаем. И также после поступления актов от накладных мы должны с вами в течение 15 дней подать справку о подтверждающих документах. Если у нас с вами постоплата, то тогда, опять же, мы с вами формируем справку о подтверждающих документах. И после вступления денежных средств на расчетный счет, после того, как мы с вами получили деньги от покупателя, мы отправляем СВО в банк. Вот, то есть такие вот четыре схемы, и они все автоматизированы в нашем управлении холдингом. Здесь везде прописано, что в течение 15 дней, но на самом деле управление холдингом дает нам с вами возможность на то, чтобы мы могли самостоятельно настроить. Вот у нас есть настройка казначейства и отдельная закладка по полетному контролю. Здесь мы с вами сообщаем, за какое время мы должны создать, сформировать эти документы СВО и СПД, за сколько дней. И нам приходит, ну нам, либо кого мы укажем ответственных лиц, приходит информирование, может приходить информирование на начальную страницу сюда, или на почту, о том, что необходимо сформировать тот или иной документ. Что-то давайте вернемся, почему у меня здесь не получается. Так, это загадка для меня сейчас, почему не получается сформировать. Так, сейчас еще раз давайте номер счета условно сделаем. Счет. Если мы с вами рассчитываемся через банк-корреспондент, тогда мы можем с вами здесь это указывать. Вот, если мы с вами укажем здесь дату закрытия и вот галочку счет закрыт, то тогда в системе у нас остается история, что с данным банковским счетом мы работали с вами, но при этом, собственно, не сможем его использовать. То есть он у нас будет сереньким таким цветом подсвечивать. То есть для чего сделано, что мы с вами работаем с банковскими счетами, работаем, работаем, потом оказывается, что, ну, не оказывается, а приходит время, когда необходимо закрыть данный счет, мы ставим галочку и все, данный счет не активен у нас. Вот, здесь мы можем с вами подгрузить различные производственные календари, потому что есть страны, которые работают не по тому календарю, по какому мы с вами привыкли, да, допустим, там у них выходной, не знаю, среда, четверг, а рабочие дни являются суббот, воскресенье. То есть здесь мы также можем подгрузить эти платежные календари. Ну, в данном случае у нас это Российская Федерация. И здесь у нас настройка требований, да, то есть мы можем с вами здесь писать контрагенты, как они будут в платежных поручениях. Вот, и, собственно, ну, назначение платежа тоже здесь мы можем с вами настроить. А можем не настраивать. Если мы настроим здесь назначение платежного календаря, ой, назначение платежа, то все вот эти вот данные будут передаваться в платежное поручение. Если мы с вами не пишем здесь, да, вот если у нас формируется автоматически, то данные берутся из заявки на оплату. Вот, то есть обычно, как правило, данные берутся из заявки на оплату, но есть такая опция, и мы можем с вами это сделать. Вот. Так, это мы с вами выбрали банк. Записать. Ура. Так, записали с вами. Дальше мы идем в этот, выбираем данный, данного контрагента, организация, с кем мы с вами, заключение договора, там, допустим, от первого числа. И вот, ну, действие договора, да, давайте посмотрим, поставим, укажем. Вот. Валюта взаиморасчетов. Вот по валюте взаиморасчетов у нас есть валюта платежа и валюта взаиморасчетов. То есть это, ну, надо понимать, что это разные случаи. У нас вполне возможно бывает, когда валюта расчета отличается от валюты платежа. И вот здесь вот мы с вами как раз указываем эту историю. Вот. Здесь возможно формировать заявление на перевод, покупку, продажу иностранной валюты. То есть мы это с вами в системе тоже можем делать. Итак, значит, давайте укажем, что у нас валюта взаиморасчетов, собственно, евро. Да. И условия платежа тоже будут у нас евро. Дальше. Здесь мы с вами видим, что у нас валютный контроль. То есть появляется вот как раз валютный контроль, о чем я с вами говорила. Если будет другой контрагент, вот это российская компания, мы можем у нее посмотреть, что здесь Россия, да, ИНН указано, что это российская компания. И закладка сама вот, что валютный контроль, она исчезает. То есть, как я говорила, это по контрагенту у нас определяется. И здесь мы с вами указываем уникальный номер контракта. Там, ну, все как в обычной жизни какой-то там валютный номер условно поставим. Вид операции. Можем с вами выбрать коды, виды операции резидентов и нерезидентов. То есть эту историю мы можем с вами, значит, указать. Ну, собственно, все, все, что касается у нас валютного контроля, здесь мы с вами указали. То есть, вот, собственно, вот эта история у нас здесь указана. Дальше все документы, которые будут связаны с валютным контролем, по данному контрагенту уникальный номер у нас будет идти, и будут отдельные закладки по валютному контролю. Давайте посмотрим, вот, в казначействе есть вот у нас как раз справки о подтверждающих документах и сведения о валютных операциях. Если мы вернемся обратно с вами к схеме, то вот как раз у нас два документа есть, да, какие необходимо нам с вами ввести. Это вот СВО при платежном поручении, когда мы формируем платежное поручение, и справка о подтверждающих документах, когда у нас приходит поступление, акты накладные. Так, извините. Далее, если мы с вами будем идти по обычному процессу, вот у нас есть договор, дальше мы идем, все как обычно, создаем заявку на оплату. Давайте посмотрим заявку на оплату, просто мы ее создадим вручную с организацией рекламного агентства, контрагент. Как будет у нас оплата сегодня? Оплата там, я не знаю, давайте, тысячи евро мы заплатим. Тысячи евро. Мы видим, что у нас автоматически подставился счет контрагента, потому что у нас в договоре был выбран, да, здесь мы можем с вами выбрать сам договор, в каком мы работаем. И видите, вид валютной операции, он автоматически у нас подтянулся из договора, то есть мы просто выбрали с вами договор, и у нас вид валютной операции здесь появился. Вот, но вот больше валютного контроля здесь на самой заявке на оплату нет. Здесь мы с вами записали. Да, провели. Да, у нас здесь маршрут согласования не настроен. Дальше. Создать на основании. Ну, у нас идет платежный календарь, потом реестр на оплату, мы это пропустим. На основании заявки на оплату сейчас создадим платежное поручение. Так, процесс маршрут объекта. Так, ну что ж такое? Давайте тогда просто создадим казначейство, платежное поручение. Платежное поручение. Создадим, посмотрим, что у нас с вами получится. Получатель. Организация. Значит, здесь у нас банковский счет. С какого мы работаем? У нас, похоже, не заведен банковский счет нашей организации. Так, у нас евро. Евро, евро. То есть, здесь мы что увидели? Что у нас идет проверка. То есть, смотрите, в платежном поручении, если мы с вами, допустим, выбираем доллары, то у нас система видит только, видите, валюты расчетов в долларах с этим контрагентом, какие счета есть. То есть, это такая защита от, ну, такой ошибки, скажем так. Так, выбрали евро, и здесь у нас появилась с вами также счет по евро. Указываем сумму, какая нам необходима. И на что я хотела обратить внимание, что вот здесь вот у нас появилась закладочка валютный платеж. Что мы здесь видим? Мы опять же видим вид валютной операции, какой у нас есть, да. Код плательщика банковской комиссии должны с вами выбрать, какой код вы его знаете. Если это вот данный код, то у нас определяется, кто оплачивает комиссию, и мы указываем, с какого счета мы оплачиваем эту комиссию. То есть, мы указываем, какой конкретно счет. Если это другие типы, вот с данным кодом плательщика, да, комиссию оплачивает контрагент, поэтому он здесь у нас не высвечивается. Вот эта система у нас здесь подсвечивается. Здесь вот вид сообщения нам необходимо указать. Это вот как раз то, что я говорила, что есть возможность покупки-продажи валюты, да, что есть возможность распоряжения по транзитному счету. Здесь как раз мы с вами указываем эту информацию. Значит, если у нас есть номера уже таможенных деклараций, то мы здесь их же добавляем, эти номера. Да, вот можем указать. И печатные реквизиты, которые необходимо нам представить в наш, собственно, банк, в иностранный банк. Вот эту всю информацию мы с вами заполняем, и это является как раз особенностью валютного контроля. А также мы можем с вами сформировать такое вот сообщение, да, но оно, когда у нас будет все записано, сформируется сообщение. Вот, то есть таким образом у нас можно создать контроль, платежный контроль. Сведения о валютном контроле. То есть он сюда попал автоматически из нашего платежного поручения. Дальше на основании его мы можем сделать другой документ, да, который является корректировочным. То есть если нам необходимо скорректировать данные, тогда вот мы формируем таким образом. И здесь уже можем какие-то данные, да, ожидаемый срок указать, когда мы ожидаем, какие-то примечания писать. То есть возможность именно корректировочного создать, он есть. Да, создаем здесь как раз ссылка идет на какой документ. Это вот сведения о валютных операциях. Дальше у нас с вами в данном блоке есть еще справки о подтверждающих документах. О подтверждающих документах – это когда у нас уже, да, свершена покупка, поступление товаров и услуг. Здесь у нас также указывается, мы видим, паспорт сделки, номер контракта, который идет, и, собственно, подтверждающие документы. Вот эти данные тоже у нас сформируются. Мы можем также сформировать корректировочный документ по данному вопросу. Можем они создавать. И вот, собственно, по большому счету валютный контроль на этом и заканчивается в управлении холдингом. То есть, что еще раз мы с вами проговорим. У нас есть договора, которые являются, подвергаются валютному контролю. Эти договора у нас определяются на основании признака контрагента, что он не резидент. Вот. И дальше от суммы платежа, также от суммы нашей операции, формируются справки о подтверждающих документах, сведения о валютных операциях. И что является плюсом, что вот эти данные у нас формируются автоматически. Оповещения у нас приходят. Эти оповещения мы можем с вами формировать, назначать через сколько рабочих дней, за сколько рабочих дней именно в данной системе. Вот. Это то, что касается валютного контроля. Если больше нет вопросов, да, если нет вопросов, то тогда всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok